здравствуйте друзья у нас тут даша на экранах даша учится в шестом классе есть такое шестом классе и жила ты раньше в балашихе балашихе и там закончила сколько четыре класса внутри я четвертый даже не начала ну когда мы с тобой снимались вот может быть полгода назад я не помню как как давно это было ты была в этой же школе но в пятом классе то есть ты перескочила из третьего класса подмосковной школы в 5 класс американской в четвертом ты вообще не было как интересно ну хорошо скажи мне такую вещь с точки зрения учебы не не то что вот давление какого-то а с точки зрения требований к изучению материалов вот подмосковье сложнее было учиться то есть вот там надо было что вы изобретели как-то подготовить или что-то а здесь говорят да хоть и ходить хоть и че хоть не учи вот нет такого ну хочет че хоть не учи вряд ли я пока такого не не встречала но здесь по сути здесь все равно что-то требует чтобы успевал делать задачи вот если ты не сделал задачу то тебе не просто два ставят а тебе снижают оценку на один балл и дают домашнюю работу еще на один день задачи ты не сделал во время урока или домашнее домашнее задание то есть реально проверяются ну хорошо а какие вообще дисциплины изучать все изучают одни и те же предметы или можно что-то выбирать ну шестом классе пока мы не выбирали мы выбирали только последний урок вот там можно было выбрать какую-нибудь не знаю другой язык устранила да ну я не знаю я не помню что вот я выбрала чтобы там или программирование но что-то делали чтобы руками да они просто сидели забрели язык понял хорошо значит и так есть предметы какие-то предметы в шестом классе что у вас есть вот пришли с утра что у вас у у нас сначала есть нулевой урок когда мы просто все собираемся и о чем-то разговариваем то есть нас проверяют сколько нас и по пятницам если ты что-то сделал хорошее там помог другу или очень хорошо работал или помог учителю то тебе дают синенький листочек своим именем и в пятницу все кладут листочки в такую коробочку коробочку и учитель ее трясет и вытаскивает любой это имя и если там было твою имя то ты идешь в офис и получаешь по-английски homeward-pass то есть можно пропустить домашнюю работу ну да но потом пропустишь домашнюю работу потом что-нибудь знать не будешь то есть как бы не хорошо получается мы всегда изучаем перед тем чтобы делать домашнюю работу то есть знание вряд ли не повлияет да ну хорошо значит итак но любой урок то есть такой как бы можно сказать citizenship такой как бы да то есть какой-то ну такие у нас называется advisory advisory хорошо первый урок и еще вопрос только каждый день одни один и тот же набор уроков понедельник вторник среда четверг одни и те же я этому удивилась ну да нам прямо сначала выдали листочки куда нам нужно идти и мы пошли хорошо итак каждый день вы идете в на одни и те же предметы давай предметы перечислять значит первый у нас идет как бы английский язык то есть изучение языка изучение грамматики и всего такого сколько вас в классе и разделяют ли классно английский пополам я не знаю сколько в классе а в смысле допустим вас в классе 20 человека но на английский вас делят на две подгруппы с разными педагогами там например нет такого у нас только один потом мы потом у нас у нас почему-то сразу два урока уместили в один я не знаю какие сдвоенный урок да так потом у нас перерыв потом физкультура стоп значит два урока был английский сдвоенный понял сдвоенный два два часа английского потом физкультура побегали потом еще раз мы возвращаемся к тому же учителю изучаем историю потом мы идем на математику потом на наука потом уже седьмой урок который ты выбрал итак наука это science science это что там будет физика химия биология что это мы там вот таких вот не изучаем мы по сути изучаем пока как вести себя в классе и ты как же на science ну а какая специфика поведения в классе вот что-то такое что не может быть вы не раньше не знали есть такое что вот вам говорят надо себя вести так а все говорят надо же а мы не знали пока такого не понял то есть только начался учебный год вас еще никакому science не научили хорошо по математике например что вы проходите сейчас шестой класс мы проходим мы еще не проходили вот таких вот называется степень по моему да то есть мы пока этого не прошли мы проходим когда вы разделяете два числа то есть у вас есть двести двадцать три да и умноженное на сорок восемь так умножить два числа дальше и вы рисуете прямоугольник и разделяете его не на равные части а вот чуть-чуть вот я не знаю как это сказать на квадратике такие прямоугольнички да типа того то есть затем потом вы пишете наверху вот к примеру 20 а в другом отделе плюс 3 то есть я понял это 20 плюс 3 да и вот другом тоже 40 сколько там было я не помню 40 тоже плюс 2 то есть вы как бы говорите сколько десятков сколько единиц и потом отдельно будете умножать потом мы их умножаем то есть сначала мы умножаем 20 на 40 потом 40 на 3 потом 20 на 2 а потом 2 на 3 да как сложно-то жить господи и это я объясняю хорошо хорошо ну ладно значит то есть вы изучаете умножение двузначных чисел или трехзначные тоже было 128 там до на 636 хорошо вот такие и все это вручную там нельзя калькулятором пользуются нет калькулятором можно у нас есть задачи прямо как на которых калькулятор нарисован кружочки и зачеркнут то есть тогда нельзя это обычно примеры какие я понял то есть есть задачи где разрешается и где не разрешается где нужно там где нет знака так это можно где есть что нельзя таким нередко хорошо так а на английском что какие-то правила изучают грамматику что-то мы пока ну я не знаю как объяснить мы изучаем нам дают такой листочек и дома написаны неправильные предложения мы должны их исправлять хорошо то есть там может быть мало ошибок а может быть много удается мне иногда да понял ну что же хорошо а много детей в классе вот которые например просто ну скажем половина или больше или меньше для которых английский это не родной язык по-моему поменьше половины ну довольно много все таки ну да а бывает что вот на перемене там скажем там кто-то по-русски говорит это по-китайски кто-то там вот я говорила когда я была в пятом классе том в первые у нас две перемены в первую перемену я выходила и разговаривала с русскими девочками из третьего класса ну то есть у них есть потребность по-русски с кем-то поговорить да то есть много девочек тут из там и индия не знаю да из из китая может да из китая тоже очень ну хорошо ладно а вот допустим который по-испански говорят тоже есть ну их не так много но хорошо вы дети в целом они как бы такие дружелюбные миролюбивые или есть такие что это обидеть норовят ну не всегда меня есть такие вот девочки которыми я не хочу дружить но все остальные мне нравятся то есть в основном хорошие такие когда я приехал мне все помогали и мне и меня не заставляли делать то что я не могу то есть меня всегда вот могли сделать тест чтобы там слова некоторые которые я могла не понять я на них нажимаю он мне их переводе за так что мне всегда помогали но отлично сейчас тебе еще нужно какая-то помощь или ты уже вписалась так хорошо иногда нужно но я уже понимаю понимаю давай так ты не в классе специально там для тех кто с неродным английским да ну а у вас есть такие если там классы школе или сразу детей просто в обычный есть были но мне он не нравился нас просто сажали за компьютеры и заставляли делать какую-то программу но не заставляли ну предлагали делать хорошо теперь с точки зрения английского у тебя бывает такое что сидишь на уроке и непонятно не не с точки зрения предмета с точки зрения что что он там сказал такое бывает такое у меня в пятом классе а вы начали вы приехали в августе да то есть ты пошла прямо с сентября в школу как положено там в конце августа она пошла она то есть ты начала пятый класс и полностью проучилась весь пятый класс ну да хорошо ладно а у тебя есть какой-то ну не то что план но мысль о том вот кем бы хотелось быть вот например на кого бы ты хотела учиться в университете кем бы потом работать или так мне нравятся дети и я хочу вот то мама сказала что с 12 лет мне можно стать няней я бебиситором или как няней ну да но заниматься с детьми то есть я люблю детей я люблю вот с ними заниматься и хочу стать типа няней ну подожди а вот преподавателем в школе ты не хочешь быть вот так вот те которые с вами работают а что тебе не нравится у них тяжелая работа очень или что я очень плохо объясняю я не могу объяснить я сама понимаю другим не могу объяснить как интересно ну хорошо а с маленькими проще да я смотрю братик к тебе все время так приходит так он тебе тянется маленький такой ну хорошо ладно а она в то же время ты javascript изучаешь то есть тебе тоже нравится javascript мне нравится у тебя есть желание какую-нибудь программу написать вот который тебе самой хотелось бы написать программу которая что-нибудь такое делает пока не появлялась но может что возникнуть как давно ты изучаешь javascript наверное там один больше одного месяца ну ты ответы можешь там какой цикл сделать до луп цикл можешь хорошо но это уже уже половина дела ладно все тогда давай мы тебя отпустим но может быть у тебя есть что-то такое чтобы ты хоть что ты хочешь сказать тоже ты общаешься с другими детьми может быть родственники там и так далее они что-то спрашивают вот есть что-то такое что надо было бы сказать чтоб народ лучше понимал по моему в английских школах дети понимают лучше поскольку к ним относятся по-доброму то есть у них нет стресса тяжелого такого плохого отношения поэтому они в американской школе чуть-чуть получше понимают чем в россии то есть они менее менее скованы так скажем менее скованы ну что же хорошо ладно давай прощаться с нашими зрителями счастлива а